Каждый год в ПГУ объявляют День открытых дверей. В течение этого времени любой желающий может ознакомиться с условиями обучения, познакомиться с преподавателями, задать им интересующие вопросы. В этом году не учащиеся идут к преподавателям, а наоборот. Таким образом, устроители постарались привлечь внимание большего количества абитуриентов. Основные вопросы, которые интересовали будущих абитуриентов, это условия сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Можно два-три раза пересдавать экзамены. Ты считаешь, что удобным? Ну, вообще да. Мало ли, там пришел первый раз, перенервничал, не получилось. Потом пришел трое раз, уже более-менее знаю, что и как, можно получить нормальную оценку. Больше информации там узнал про поводы ЕГЭ, какие экзамены можно выбрать, какие сроки. Представители ПГУ в беседе с выпускниками постарались показать преимущество обучения именно в госуниверситете. Сегодня ПГУ производит обучение более чем по 70 специальностям. В УЗе представляют более тысячи бюджетных мест. Все профиля и специальности, которые на наших факультетах, они соответствуют рынку труда республики. Это очень важно. То есть после окончания фактически каждый выпускник может найти себе место работать по профилю, который он избрал. В этом году Приднестровский госуниверситет перешел на бакалавриат с присвоением трех ступеней бакалавра, магистра и аспиранта. Таким образом, аттестат будет признан в тех странах, где требуется степень бакалавра и выше при приеме на работу, говорят в госуниверситете. Помимо этого, у студентов ПГУ есть возможность после первого курса обучаться в российских вузах, с которыми сотрудничает Приднестровский университет. Николай Стоянов, Александр Левицкий, Первый Приднестровский.